Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Луки в 47 стиха 11 главы по 1 стих 12 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона отца Даниила. ПЕСНЯ Речи Господь, ко пришедшим к Нему иудеям, горе вам, книжницы и фарисеи, «Як узиждите гробы, пророк, отцы же ваши избиша их, уба свидетельствуйте и соблаговолите делом отец ваших, як ути и уба избиша их, вы же зиждите их гробы. Всего ради премудрость Божия рече, послю в них пророки и апостолы, и от них убьют и женут. Да взыщется кровь всех пророк, проливаемой от сложения мира, от рода сего, от крови Авеля до крови Захарии, погибшего между алтарем и храмом. Ей глаголю вам, взыщется от рода сего, горе вам законником, як у взясти ключ разумения, сами и не в недосте, и в восходящем вас бронисте. Го глаголюще же ему сия к ним, на чашах книжницы и фарисеи, бедне гневайтесь анань, и пристать его амнозе. Лающий его, ищущий уловите нечто от уст его, да нань вас глаголют. О них же, собравшимся тьмам народа, як у попирати друг друга, начат глаголати учеником своим первие. Внимлите себе от кваса фарисейска, ежи есть лицемерие. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Евангельское чтение сегодняшнего дня, дорогие братья и сестры, начинается со следующих слов Господа. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Этими словами Господь обличает книжников за то, что они изображают из себя почитателей пророков, которых убивали их отцы, а живущих рядом с ними, тех, кто послан Богом с такой же пророческой проповедью, ненавидят. Лицемерно строя гробницы пророкам, то есть воздвигая в их честь памятники над могилами, они в то же время испытывают чувство вражды к тем своим современникам, которые приходят в духе и силе пророков. Господь знает, что народ, который он избрал и любил, поднимет руки свои против него, и что в грядущие дни его вестников и посланников снова будут гнать, отвергать и убивать. И говорит в своей премудрости, «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом». Убийство Авеля, как первое убийство праведника в библейской истории, было выражением злобы Каина, но злоба эта развелась и дошла до чрезвычайного усиления, в современных Христу фарисеях и книжниках. Последним же убийством стало убийство Захарии, сына священника Иодая, иудейским царем Иоасом, между храмом и жертвенником. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, и входящим воспрепятствовали», говорит Господь, «обличая присвоивших себе исключительное право понимать и по-своему толковать другим волю Божию». Толкование Священного Писания законниками было настолько своеобразным, что простому человеку было трудно что-нибудь понять. В своем заблуждении законники отказывались видеть истинное значение Писаний и не позволяли другим толковать их. Архиепископ Аверкии Таушев отмечает, «Осуждает Господь законников и за то, что они взяли ключ разумения, то есть взяли как бы в свое всецелое обладание ветхозаветный закон, который должен был приводить людей ко Христу, и овладев этим ключом, ни сами не входят в Царство Христово, ни других не допускают, привратно толкуя закон, предостерегая беречься закваски фарисейской, которая есть лицемерия. Господь говорит об этом прежде всего своим ученикам, но в присутствии множества народа, чтобы придать больше веса своему предостережению. Под закваской следует понимать вообще весь образ мыслей, направления, дух учения фарисеев и их деятельности. Господь своими словами хотел обозначить развращающее влияние учения и деятельности фарисеев на народ. Святитель Игнатий Бринчанинов замечает, из лицемерного поведения возникают образ мыслей и учения фарисейские. Наоборот, учения и образ мыслей фарисейские воспитывают лицемера, для которого никакой грех не страшен, никакая добродетель не уважительна. Он надеется и прикрыть всякий грех, извинить, оправдать его и заменить всякую добродетель притворством. Так, дорогие братья и сестры, Господь наставляет и нас на путь истинности понимания веры и закона Божьего. Мы не можем следовать только внешним аспектам религиозной практики, не обращая внимания на окружающих нас людей и их потребности и нужды. Очень важно не просто исполнять предписания, а еще и иметь благоговейное сердце по отношению к Богу и каждому человеку, исполняя заповедь Божию о любви к ближним, творя дела любви и милосердия и усердно трудясь во спасение души. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Продолжение следует...